Третий период родов начинается с момента рождения плода и заканчивается рождением последа. После рождения плода объем матки резко сокращается, в результате чего поверхность плацентарной площадки перестает соответствовать размеру плаценты. Рассмотрим этот процесс в динамике. Плацентарная площадка Сразу после рождения последа внутривенно вводят метилэргометрин, который вызывает сильные сокращения матки и предупреждает кровотечение. Очень важно понять механизм гемостаза в третьем периоде родов. Спиральные артерии матки снабжены констрикторами в дистальных отделах, которые сжимают просвет сосудов. При сокращениях матка сдавливает сосуды на протяжении. Тромбопластины выжимаются в сосудистое русло, где быстро происходит тромбообразование. Если ретроплацентарная гематома образуется с края плаценты, она отделяется постепенно и с большей потерей крови. При введении третьего периода родов определяют признаки отделения плаценты. После рождения последа врач внимательно осматривает целостность плаценты, оболочек, измеряет величину плаценты, длину пуповины. Это необходимо для исключения аномалий развития плодного яйца. При первом туалете новорожденного пересекают пуповину. Закапывают в конъюнктиву глаз 2% раствор азотно-кислого серебра или 50% раствор альбуцида. Снимают сыровидную смазку. Протирают кожу стерильным подсолнечным маслом. На культю пуповины накладывают скобку роговина. Культю отсекают. Ребенка взвешивают, измеряют, накладывают бирки, пеленают. Женщине проводят осмотр родовых путей и при необходимости восстановление мягких тканей. После чего в течение двух часов она находится под наблюдением врача в родблоке. На этом заканчиваются роды. Одно из самых важных и ответственных событий в жизни женщины и ее ребенка.